Новогодний утренник в Центре коррекционно-развивающего обучения реабилитации Веда всегда событие грандиозное. Ребята его очень ждут и к нему усердно готовятся, что подтвердила и выставка творчества. В фойе разместили самые интересные работы. Работы заслуживают внимания и самые лучшие работы, представленные на выставке в нашем центре, это работы ребят всего Московского района. Сидеть, несмотря ни на что, в Новый год ждут чудес и, конечно же, подарков. Уже не один год подряд в гости к воспитанникам Веды и их родителям приходят представители вертикали власти, общественных объединений, депутаты, палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Много сладостей, развивающих игр, наборы для творчества, комплект спортивного снаряжения привезли давние друзья учреждения и его воспитанникам. Но, наверное, самой радостной новостью стало утверждение проекта долгожданного лифта, который уже в 2020 году должен появиться в центре Веда. В эти дни мы особо пристальное внимание уделяем вот этим деткам и всегда ежегодно, у нас уже традиционно, мы ежегодно ездим вот по таким учреждениям нашего района, чтобы какую-то вселить радость, надежду для этих деток, для их родителей, потому что, конечно, сложно и воспитывать, и растить таких деток, поэтому мы и дарим подарки ежегодно привозим сюда. Праздник для ребят подготовили и в центре «Тонус». Интерактивный спектакль с участием любимых новогодних персонажей, увлек и взрослых, и детей. Они с удовольствием отгадывали загадки, водили хороводы, танцевали и пели новогодние песни. Я девочка заметная, о-о-о-о, и дует по банку, о-о-о-о. Конечно же, не обошли стороной депутаты дома семейного типа. В гости к ребятам они приехали со сладкими и полезными подарками. Ребята и родители рассказывали о своем быте, делились впечатлениями о последних поездках и походах, знакомили гостей с домашними питомцами. В уютной и по домашнему приятной обстановке прошло это общение. Подарить малышам еще больше внимания и заботы – значит показать, что они не оставлены один на один со своими проблемами, что их быт и судьба волнуют других. Считаем, что это очень важно – участие для этих детей, поскольку все они нуждаются в теплоте, в поддержке. Если мы не совсем сможем подарить им чудо, то пусть это будут небольшие подарки, которые принесут, пусть небольшую, но радость этим ребятам.